Всем привет! Змеи я здесь, друзья мои! Поставить цветочки! Путешественница! Решили выпить кофейку! Но как у нас проходит праздник? Над отношениями в семье нужно работать! До встречи! Всем привет, друзья мои! Несмотря на то, что запрет, кое-кто ходит, передвигается. Действительно, не всех можно проконтролировать. Парк пустой. Закрыли его там, наверное, на большой замок. А так тишина. Посмотрите, у нас плодовые, цитрусовые. Но это не мандарины, не апельсины. Нет, по-моему, это цитрон. Как красиво! И вот смельчаки. И здесь тоже смотрю. Девочка передвигается. Ну и как можно усидеть дома, скажите? Это мы сидим дома. Прям так хочется выйти. Сегодня с утра что-то болит голова. Не то, что голова болит. Есть причина. А, полиция! Вы видите, полиция поехала, проверяет. Кстати, проехала мимо девочки. И ничего я не сказала. Видите, ходят, гуляют. А, интересно. Так что, вот такие дела. И давление чуть-чуть у меня с утра сегодня. Но ничего. Есть, кушать некогда. Кушать до сих пор еще не ем. Три часа дня. Все, пошла я завтракать. Посмотрите, что я придумала сегодня на завтрак. Вот такой лаваш взяла. Первый слой положила. Видите? Сейчас добавила 2 яйца. Сыр. Сейчас накрою вторым слоем. Так вот промокну. И потом это все переверну. Сначала пожарится на этой стороне. Потом переверну на ту другую сторону. Посмотрим, что получится из этого. И сделаю слабый огонь. Вот такой вот блин у меня получился. С двух сторон. Пожаренный. Обжаренный. Сейчас я вместе с вами его разрежу. Мне самой интересно, что там получилось внутри. Я его разрезала. И вот что внутри получилось. Яйцо пожаренное. Ой, Светлана, что только не придумает. Рекомендую вам этот очень легкий рецепт для своих любимых людей. На завтрак. Неплохая идея на завтрак. Надеюсь, аж кому понравилось. Вот внутри там яйцо пожаренное. Так все, как хачапури. Сегодня утром выпила вот такой чай. Посмотрите. Мой атом. Это действительно атом, потому что от его приема у меня поднялось давление. Розовые такие кусочки, как чай. Значит, его состав входит сахар. Бурак из бурака. Вода. Тарджин. В общем, здесь имбирь. Корица. Все, что хотите. Каранфил. Каранфил это что-то, я не знаю, такое. Надо почитать. Очень много пряностей. Черный перец. Прополис экстрат есть. И красный кармазы. Панджар ку-ку. Ну вот. Выпила я его сегодня на дощах, и у меня поднялось резко давление. Очень высоко поднялось. 145. Такого у меня давно не было. От этого чая. Наверное, скорее всего. На голодный желудок его точно не рекомендую. А вот и я, мои хорошие. Сейчас скоро пойду голову красить. Поэтому приведу себя в порядок потом. Посмотрите, аж ему как понравилось. Говорит, гюзель, аж кин, сой ли гюзель, ма? Гюнайды, аж кин. Используйте. Очень вкусно. И раз моему мужу понравилось, значит, точно это вкусно. Сейчас по времени померила, давление уже нормальное. Вчера очень понервничала из-за этого землетрясения, которое произошло. Не так, как за себя, как за моего друга и моего партнера по бизнесу, Евгении. У него такая паника была. После 12 я собрала сумки, чемоданы с детьми и не знала, что делать. Я ее как могла успокаивала, но, естественно, и я была уверена, что это все ложная информация, хотя прислала мне заметки. Не знаю, там, статьи с интернета. Людей пугали, что 8,5 будет землетрясение. Разве так можно вообще делать? Наказывать таких людей, которые дают неточную информацию? Она всю ночь не могла заснуть, вот все время была в напряжении и все. В общем, из-за этого, наверное, она тоже на меня сказала, что я нервничала за нее, но я была уверена, что все будет хорошо. Уважаемые мои друзья и подписчики, не продолжая на то, что идет жесткий карантин, женщина должна ухаживать за собой. И вот я являюсь примером. Все, скорость тянет. Все, пока-пока. Лежу, потому что у меня сильно болит голова. Я не знаю, мне дала этот чай с утра, но никак не могу прийти в себя. Я покрасила волосы, сделала маску себе. Вот такая вот я немножко неважно себя чувствую. Это не дает повода расслабляться. Работаю, работаю, мои хорошие. Время не теряю. Эндера сейчас покормила. Сама поела хлеб с сыром и яйцо отварное, и бульон пустой. Еле-еле насильно. Хочется спать. Завтра у нас понедельник. Такой будет насыщенный день, потому что мне надо будет отправить деньги маме. Нужно будет поменять денежку и отправить. А также надо сходить на базар, магазин, сделать закупки. У нас уже все овощи закончились. В общем, завтра очень такой насыщенный день. Также моя работа. Так что, мои хорошие, вот такие вот у нас новости. В доме хорошо. кондиционер работает, извините. Кондиционер работает. Все отлично. Сейчас смотрела в инстаграме моя Асенька, помните, которая заболела, моя лапуля, красотуля. Она легко очень проболела. Еще у меня очень много моих подписчиц, которые болеют. И вот кто-то очень легко переносит, кто-то тяжело. Так что, всем желаю быстрее возвращайтесь в свой строй, не болейте. Так что, вот такие вот у нас дела Асенька. Очень не должно быть, когда ты уже приедешь, поменять мне маникюр, который вообще не испортился. Смотрите, ничто не сошло. Отличная работа. Ногти. У меня таких ногтей никогда не было в жизни. Настоящие мои ногти. Ты профессионал своего дела. Обожаю тебя. Так вот, я чуть-чуть лежу и сейчас монтирую вам видео новое. Вы же ждете. Мои дорогие, мне уже стало лучше. Не знаю, что со мной это было. Мигрень или непонятно что. Давление нормальное. 110 на 80. Я себя хорошо чувствую. И опять тема землетрясений не исчезает. сейчас прочитала, что оказывается, 6 декабря в 4.37 это утром, ночью, в Мерсине было землетрясение балл 3,4 баллов. Где-то было в глубине, туда, возле, мы так посмотрели по карте с Ашкымом, где проходит железнодорожная дорога Тарсус, то есть Тарсуса. Так что в ту сторону было. глубину 2,4 километра. Вы знаете, что именно было эпицентр в Мерсине. Я удивляюсь, потому что у нас была такая информация, что это не сейсмическая зона, но как, что произошло вообще. Вчера было землетрясение в Анталии 5,2 балла. В Анании чувствовалось и дошло до Мерсина. Хотя моя знакомая Женечка готовилась уже с чемоданами и вот все так произошло, что дошло до Мерсина. Но ничего, все позади. Надеюсь, больше не будет этих катаклизмов, никаких достаточно этого коронавируса, от которого очень увеличилась и смертность по Турции. Читала новости, всю информацию. А дурела, друзья мои, что творится. Вообще мы с Сашкой не выходим никуда. Вот прямо засели, в глубину пустили корни и сидим, никуда не выходим. Даже хлеб он тогда вышел, 4 дня назад купил, и я что-то придумываю, что-то из чего-то сделать. И завтра понедельник нужно сделать закупки, муку купить, потому что очень хорошо так тесто имеет ума, как я готовлю, из йогурта мне и понравилось нам очень. И еще я на диете, у меня закончились твердые сыры, твердые сыры надо купить. Нужно мясо, мы запаслись мясом, но нужно овощи подобрать, так что завтра будет очень активный день. Настроение хорошее, когда не болеешь, всегда настроение хорошее. волосики я покрасила, масочку я сделала, чувствую я себя сейчас хорошо и все. Буду закругляться, наверное, если что-то интересное будет, я вам покажу. всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал, лайки-лайки, всех люблю и целую, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok